Сегодня заканчиваю работу с этим компьютером и начинаю собирать вот эту машину. Здесь у меня 633 Celeron на 370 сокете. Я собрал этот компьютер в корпус, поставил туда рандомно лежащий жесткий диск фирмы Макстер на 80 гигов, и он внезапно там заработал, хотя до этого в Pentium 1 он работал какое-то время, а потом перестал заводиться. Но это, скорее всего, было связано с раздолбанным разъемом питания, в блоке питания в том компьютере. Мне пришлось подгибать пины, чтобы они создавали достаточный контакт с жестким диском. В общем, полностью рабочая машина сейчас здесь стоит, 256 МБ, двумя планками оперативной памяти по 128, которые в других компьютерах опознаются как 64. Так что эта память однозначно остается с этой материнской платой. Потому что она ее правильно опознает. Видеокарта, Riva TNT2. В общем, смотрите предыдущее видео. Поставил сюда Windows XP, по-моему, поставил все драйвера, и на этом на данный момент закончил. Машина работает, и теперь мне бы хотелось перейти к вот этому компьютеру, а точнее на данный момент это просто пустой корпус, производство фирмы INWIN. До сих пор практически полностью белый. У меня он пожелтеет, скорее всего, довольно быстро. Подобные неподъемные корпуса, если уронить такой на ногу, то придется менять пол, и хирургу даже не потребуется ампутировать вашу ногу. Стояли у меня на старой работе. Большая часть рабочих лошадок, старых компьютеров, с которыми мне приходилось иметь дело, там лет примерно 5 назад были подобными компьютерами, только морда у корпусов отличалась. Там был более новый вариант от корпуса со скругленным пластиковым. Мне не нравится, чем вот этот более брутальный корпус, морда от которого происходит еще и с конца 90-х. Внутри тех компьютеров стояли в основном материнские платы фирмы Gigabyte с Pentium 4. Вру, даже не с Pentium, а всего лишь с Celeron. В общем, машина, которая в середине 2010-х годов уже ну, как бы было нечего абсолютно делать. В интернет с нее не вылезешь, для производства каких-нибудь серьезных работ она не годилась. Плюс к тому, эти материнские платы потихонечку умирали от великой конденсаторной чумы. Эта видеокарта, по-моему, происходит как раз из одного из этих компьютеров. И смотрю, я даже не отмыл здесь канифоль, причем это паяно именно канифолью, непаяльным флюсом. В одном из компьютеров я менял материнскую плату, причем за свой счет целых три раза, вернее, два. То есть, изначально на работе стоял компьютер с подобной вот видеокартой. Это GeForce 2 MX400, 32 или 64 МБ, производство фирмы Gigabyte, гигабайтовская же материнка, причем настолько старая, что, несмотря на то, что это Pentium 4, материнская плата знать не знала, что такое USB 2.0. Там были только USB 1.0 контроллеры. Поэтому приходилось использовать тот компьютер с подобным дополнительным преобразователем. Ну, то есть, у меня здесь USB 2.0 контроллер PCI-ный. Через какое-то время в этой материнской плате повздувались конденсаторы. Я поставил туда другую материнскую плату. Через какое-то время конденсаторы повздувались и на ней. И, когда это случилось уже в третий раз, компьютер был списан и утилизирован. С него у меня осталась вот эта видеокарта, просто потому что я ее менял. И, по-моему, остался блок питания. И, ну, через мои руки проходило достаточно большое количество подобных компьютеров, потому что они списывались и утилизировались тогда повсеместно. Очень хотелось бы собрать что-то на память о том времени, потому что с теми компьютерами, несмотря на всю их абсолютную убогость, неприспособленность к работе, у меня все-таки связано несколько хороших воспоминаний просто о том, как я... о том, что я на них делал, а не о том, насколько хорошо или плохо это делалось. Но мне не хочется ставить сюда Pentium 4, потому что это раскаленная хреновина. Ценность, которая до сих пор коллекционная, практически равна нулю. Хотелось бы поставить сюда что-нибудь подходящее, но более старое. Когда я задумался об этом в первый раз, где-то, наверное, несколько месяцев назад, я достал себе вот такую материнскую плату. Это одна из первых материнных гигабайт, имеющих синюю паяльную маску. Как видно, это не Pentium 4, это Pentium 3, 370-й сокет с поддержкой процессоров Tualatin. К сожалению, эта материнская плата страдала той же самой проблемой, что и более поздние материнки от гигабайт, вздутые конденсаторы. Начало конденсаторной чумы началось как раз с подобных плат. Я полностью поменял на ней конденсаторы, но плате это не помогло. Наоборот, я подозреваю, что один из конденсаторов, который я поставил, был еще хуже, чем тот, который я снял. Потому что материнка это проработала примерно час или два и умерла. Возможно, что замена конденсаторов, наверное, вот этих вот, большой емкости, либо вот этих, может быть, приведет ее в рабочее состояние, но пока у меня не было времени дойти до магазина и купить конденсаторы нужной емкости. Зато у меня было время на выходных, на прошлых, погуглить в интернете и найти подобную же материнскую плату. Не совсем такую же. Это чуть-чуть другая. Это у нас тоже Gigabyte. Сейчас попробую найти ее название. GA60XT. А это материнская плата Gigabyte GA60XET. Это чуть больше размерами. Здесь предполагалось еще дополнительно четвертая планка памяти. Понятия не имею, зачем, потому что, чтобы выставить максимальное количество памяти, достаточно двух планок по 256, потому что максимум, сколько поддерживает чипсет, используемый этой материнской платой и той материнской платой, полгига. Спасибо фирме Intel. 810 и 815 чипсеты не понимали больше памяти. Серверные материнки Intel того времени поддерживали больше. Здесь и сейчас стоит у меня Celeron 1 ГГц ТОЛАТИН, материнская плата, от которого печально известная Fujitsu Siemens была мной все-таки утилизирована, наконец. Процессоры я оставил, просто на память, потому что, когда вышли из строя Pentium 4, я принес на свою работу и поставил туда именно этот компьютер. материнка с процом тогда стоила 200 рублей. И, соответственно, там не было даже AGP портов. Здесь же нормальная материнская плата, ни одного вздутого конденсатора нет. Есть AGP, полный набор PCI слотов. Конечно же, уже нет ИСА слотов, но есть встроенная звуковая карта, так что, в принципе, зачем оно надо? Полностью проверил. Полгига оперативной памяти максимум, сколько сюда можно поставить. Очень хороший, качественный блок питания. PowerMan, производившийся именно для инвиновских корпусов, типа того, который я показывал. Возможно, пришел с моей работы, потому что я в какой-то момент тупо принес совершенно другой компьютер с работы, вернее, из дома на работу, и пользовался другим компом, а тот комп, по сути дела, утилизировал с него корпус, а блок питания и часть другой начинки, типа видеокарты, которую я показывал, унес домой. Грубо говоря, произвел апгрейд за свой счет. Ту машину, правда, потом позже тоже списали и утилизировали, потому что она очень мало отличалась от той, которую я унес. Чуть-чуть более хороший Pentium 4, уже именно Pentium, а не Celeron, с большим количеством памяти, с более хорошей видеокартой, но материнка все так же страдала от вздутых конденсаторов. Вот такие были времена, и вот на память о них я сейчас себе соберу вот это. Блок питания стал как улитой, материнская плата в принципе тоже. может быть позже поменяю этот радиатор с вентилятором, потому что вентилятор на нем не очень хорошо держится, болтается, пластик от постоянного нагрева потихонечку съеживается и перестает нормально держаться. Плюс здесь пластиковое крепление, которое очень легко отломать. У меня три подобных радиатора и только один из них с целым креплением. осталось прикрутить материнку, поставить видеокарту и можно будет тестировать. Поставил видюху, поставил сетевую карту, пока не ставил USB 2.0 контроллер, потому что подобных плат у меня несколько штук и одна из них не работает и я не знаю которая из них. Плюс к тому более старые компьютеры при установке подобных плат именно с чипсетами от фирмы VIA могут не поститься из-за внутреннего конфликта. Поэтому я сначала убежусь полностью, что этот компьютер включается и работает, а потом уже поставлю сюда эту плату просто потому, что иначе она может дать какие-то неожиданные результаты. Хотя насколько я помню с гигабайтовскими материнскими платами я вполне нормально использовал эти контроллеры и проблем не было. Просто перестраховываюсь. Да, кстати, нашел даже гигабайтовский IDE шлейф. Правда, это уже от более поздних материнских плат. Как видно, логотип уже более новый. Это что-то времен 775 сокета или около того, как раз когда IDE уже вымирал. В то время использовались в основном дефолтные вот такого вот вида шлейфы. серые невзрачные без каких-либо пометок о производителе. Что еще хотел сказать, здесь стоит явно неподходящий ко времени вентилятор аж с SATA коннектором, причем 12-сантиметровый, тогда как отверстие как можно увидеть здесь под 8-сантиметровый вентилятор. его я явно уберу. Он здесь не нужен совершенно, тем более для Pentium A3. Ну что ж, пробный пуск. В принципе я уже тестировал эту материнскую плату с этой памятью и с этим блоком питания, поэтому сюрпризов быть не должно. Единственное неизвестное, как я уже сказал, это сочетание USB 2.0 контроллера и материнской платы и возможно CD-привод. я его не тестировал, он пришел вместе с корпусом DVD-ROM. Видеокарта тоже заведомо рабочая. Не особенно ярко, но в принципе нормально. Сидюк определился. Ну, считает он диски или нет, это уже другой вопрос. Сейчас попробуем выдвинуть лоток. Между прочим, я не вижу здесь пасеков. Все сделано на шестеренках. Поэтому скорее всего здесь проблема исключительно со смазкой. работает. И работает. машинах, с которым я имел дело на предыдущей работе были либо 40-ка, либо 80-гиговый жесткий диск. 80-гиговый это в более крутых версиях, хотя, по-моему, как я уже сказал, ни в одном из тех компьютеров не было Pentium A4, были только селероны. Что ж, наверное, на этом все. Видео с установкой операционной системы и настройка будет уже снята отдельно после того, как я освобожу этот жесткий диск от нужной мне информации и перенесу в недр другого компьютера. А пока спасибо за просмотр.